Этот небольшой аппарат может выполнять всевозможные задачи в воде. Управляется такая машина с помощью планшета, на котором можно задавать разные ситуации и задачи. То, что робототехника – перспективное направление, сегодня говорят на любом мероприятии по выбору профессий. А в 2022 году она стала обязательным модулем технологии и теперь ее будут изучать школьники. Администрация Владивостока с прошлого года такие занятия внедрила в семи школах города. Нажимаем сканер, наводим, повыше. Так в школе номер 28 для седьмого класса прошел урок по управлению роботом, разработанного Центром развития робототехники Владивостока. Важно было, чтобы ученики прошли весь путь обучения с нуля, разобрались, как все работает. Но, конечно, куда больше восторг вызвала работа исследовательская, творческая и самостоятельная. Детям интересно. Во-первых, это новое. Во-вторых, это есть не во всех школах. Только шесть школ в городе Владивостоке сейчас с такими наборами. Они очень интересуются. Я вижу, что они с радостью идут на уроки. Поэтому я вижу отдачу. Работать очень приятно и интересно. Мне самой тоже. По словам педагогов, даже у тех детей, которые раньше не интересовались математикой или физикой, благодаря робототехнике возникает любовь к этим и другим предметам. Отметим, что помимо уроков по учебной программе ребята посещают и внеклассные уроки, которые организованы в рамках факультативных занятий. Это интересно тем, кто хочет в более углубленном формате или дополнительно изучать данную дисциплину. Анна Дьякова, Новости на восьмом.